Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас будет видео, посвященное моим топ-5 лучших жидких кремовых румян, которые я безумно люблю и использую прям постоянно. Я больше люблю, на самом деле, румяна в такой формуле, чем сухой, потому что, мне кажется, с такой текстурой получается максимально натуральное покрытие. Это получается эффект естественного румянца, то, что нам и надо. И, опять же, если вы любите эффект Glow Skin, как люблю его я, тогда, конечно же, сухие текстуры тут нам не помогут, и на помощь всегда приходит именно кремовая. Я, в принципе, фанат таких румян, и я люблю не только какого-то одного определенного цвета, я люблю разные румяна, и всегда их с чем-то миксую. И также оттенок я выбираю под в целом наряд и макияж, который я собираюсь делать, потому что румяна это такой продукт, который даже в идеале бы лучше наносить в конце. Если вы не знаете, что вы будете делать, если вы не знаете, какая у вас будет помада, то румяна всегда лучше нанести в самом конце, чтобы дополнить весь образ. Потому что румяна это такой продукт, который просто будет завершать макияж, и тем самым добавляя в то же время как акцент дополнительный, да, и при этом собирая макияж в виде. Хочу сказать, что такие румяна будут идеальны на любой коже. Если у вас жирная кожа, просто нужно будет сверху продублировать сухой текстурой, а всем остальным можно носить самостоятельно. И это, кстати, очень классный продукт для лифтинг-макияжа. Вообще считаю, что румяна в жидком виде максимально мультифункциональная текстура, потому что можно наносить и на щечки, и на веки, и на губы, потому что румяна идут, как правило, в форме тинтов и хорошо держатся. Не буду вас долго томить, и давайте уже расскажу о всех моих фаворитах. Итак, румяна номер один для меня уже на протяжении нескольких месяцев. Это будет конкрет от бренда Кригина Косметикс в оттеночке Питч. Если говорить простым языком, это кремовый пигмент. Он вот в таком футляре, который выглядит безумно красиво, стильно. И на вид это масляные краски. Для тех, кто не знаком с этой текстурой, я всем советую, потому что конкрет можно использовать в любом месте, не знаю, в качестве любого продукта. Это и помада, как я уже говорила, и румяна, и тени, и стрелочку можно нарисовать, можно бровью накрасить, ресницы накрасить. Это пигмент, который хорошо растушевывается, затем схватывается и никуда не плывет. Я все равно люблю его фиксировать какой-то сухой текстурой, например, если же я наношу его на глаза. Но в качестве румянца он обалденно работает самостоятельно. И я скажу, что это очень и очень пигментированный продукт. Его хватит, наверное, на всю жизнь. Он быстрее испортится, чем закончится. Потому что нужна маленькая капелька, ее хватит нанести на все лицо. И это выглядит безумно красиво. И этот оттенок, который подойдет всем. Персиковый универсальный оттенок между розовым и оранжевым, который всегда очень хорошо дополнит и добавит свежести. Фаворит под номером 2. Это румяна от бренда Paysay. Польский бренд. Я думаю, что уже многие знают о нем. Покажу вам ближе. Вот такая баночка оттеночек 01 Baby Pink. Так они называются. Кремовые румяна. Это тоже яркий оттенок. Текстура уже не настолько пигментированная, но она мягче, она легче тушуется. Это прям такой, да, кремовый продукт. Оттенок, конечно, очень яркий. Такой розово-свекольный. Но чем ярче румяна, да, чем они холоднее, тем лучше они будут освежать лицо. Такой оттенок тоже выигрышно смотрится на абсолютно любой девушке, потому что он дает максимальную свежесть. Он максимально... Он действительно приводит лицо, как говорится, в тонус. Вот если вы были не выспавшиеся и, например, стали там не с той ноги, вот нанесите тон и эти румяна, все, вы сразу будете максимально свежей. Фаворит под номером 3. У меня нет градации, что, да, у меня там первое, второе, третье место нет. Я просто вам по очереди их говорю. И это будет румяна от бренда Reluie, белорусская косметика в оттеночке 0.1. Это такая текстура All-in-One Liquid Blush. Можно наносить тоже на щетчики, на губы, на глаза универсально. Текстура по пигментации что-то среднее, и это как бы плюс, потому что ей вы не переборщите, да, если вы будете все равно как бы наносить в меру. Потому что условно конкретом можно переборщить, даже если нанести чуть-чуть. С этой текстурой такого не будет. Это уже оттенок более персиковый. У него такой вот аппликатор, да, как жидкие тени, как жидкая матовая помада. Примерно так он выглядит. Очень миниатюрно, мило, компактно. Мне, кстати, очень нравится упаковка. И хочу сказать, что это такой уже оттенок, более, наверное, в оранжевую сторону уходящий. Хорошо будет для девчонок с теплой кожей, со смуглым типажом, с такой вот, в общем, с теплым подтоном. Это будет прям максимально выигрышный румяна. Но имейте в виду, что с такими румянами нужно наносить и помаду примерно в таких же цветах. Желательно нести прям те же самые румяна, но что-то должно быть с теплым тоже подтоном. Такие румяна обалденно, кстати, еще смотрятся на загар. Они очень его дополняют. И хочу сказать, что по соотношению цена-качество, мне кажется, это прям, наверное, номер один из всего. Хотя, в принципе, все продукты качественные, но эти самые доступные. Далее переходим к вот такому тинту. Видите, какой он такой прям барби-розовый оттенок. Это OK Beauty. Это тинт в оттеночке Marrakesh. Это тинт тоже для губ и щек. Ну, опять же, я люблю использовать еще и на глазках в качестве подложки. Тоже он растушевывается, схватывается. В нем будет побольше пигмента, чем в предыдущих румянах. Хорошо тушуется. Если вот мы сравним с розовым, который поэзе, как вам бы это показать, то розовый поэзе, я не знаю, насколько передает эта камера или нет, розовый поэзе, он более, наверное, свекольный, что ли. А вот этот, он чуть-чуть с теплинкой. Есть разные оттенки. Я попробовала только этот. Хочу попробовать еще и остальные. Я знаю, что хвалит очень оттенок какао и сафари, да. И вот текстура классная. Опять же, расход минимальный. Я вот вам их показываю. Не значит, что нужно иметь все. Вот если хотя бы что-то из этого будет, будет, вы меня поймете, насколько классные такие текстуры. Очень актуально на весну, на лето, потому что это прям эффект быстрого макияжа. Ну, это не эффект, это по факту получается быстрый макияж. Вы наносите тон, вы наносите консилер и все. И вот эти румяна на губы, на щеки, можно перенести остатки пальчиком на глазки. Можно красить ресницы, можно не красить. Брови причесали, гелем для бровей и все. Это максимально быстро. И еще один оттеночек, последний, который я вам хочу показать, но не менее любимый. Это румяна от бренда Artvisage в оттеночке 04. Жидкие, не жидкие, прошу прощения, кремовые румяна. Они из всех, да, как бы если заметить, самые приглушенные. И я их люблю наносить в холодное время года, потому что сейчас на мне они будут прям максимально бледные. Если вы светленькая, на вас будет прям идеально. Вот на блондиночках обалденный красивый холодный цвет, который очень хорошо освежает. При этом выглядит, ну, действительно максимально натурально, как будто бы на коже ничего нет. Но при этом добавляет такой вот цвет, который все равно лицо сделает свеженьким. И сейчас, конечно, на мой автозагар это будет не особо видно. Но опять же говорю, когда бледные, это обалденные румяна, потому что они не кричащие. Потому что когда я зимой наношу ПС, это прям, ну вот, прям конкретно. Это их видно на бледной коже. Их надо долго тушевать, надо совсем чуть-чуть. С этими румянами такого нет. Оттенок, с которым точно никогда не переборщишь и не наставишь пятен. Наверное, по пигментации они самые слабенькие. Но скажу, что это не минус. Потому что для такого оттеночка пигмента хватает в меру. Да, то есть, опять же, без пятен, без полосочек. Хорошо тушуется, легко и хорошо носится. Вот, поэтому если вам все до этого оттенки казались какими-то уж слишком кричащими, то вот 0,4 от Artvisage очень даже достойная. И вот это был мой краткий обзор фаворитов. Мои топ-5 жидких кремовых румян. Это та текстура, которая у меня поселилась в косметичке довольно-таки давно и пережилась надолго. И это самая, наверное, актуальная текстура румян в кремовом виде, в жидком виде. Наверное, для себя больше удобно использовать что-то кремовое, потому что просто быстрее. А если вы визажист, то как раз-таки вот такие вот тюбики в разы удобнее тем, что они лучше хранятся, да, и в них не попадает там никакая пыль, никакая инфекция, кисточкой туда лезть не надо, шпатерем и так далее. Просто выдавливаете и готово. Вот, надеюсь, что вам понравилось. Пишите в комментариях топ-5 каких еще продуктов вы бы хотели от меня увидеть. Всем хорошего дня, всем пока!